Всем привет! Что только не происходит на шумевшем шоу выжить в Дубае возвращение. Кто-то строит свои козни, кто-то любовь, а кто-то пытается остаться на проекте любой ценой. А хочет ли остаться Джиган на проекте на самом деле и почему его выгонят в следующем выпуске? Об этом я расскажу вам прямо сейчас. С вами Вреках, погнали! Начну с обзора серии для тех, кто, возможно, пропустил. В команде Народников все остается на своем месте. Коалиция из четырех человек – Александра Сухорукова, Остапа Солдатова, Ильи Жукова и Анастасии Перун. Устанавливает правила для остальных. На седьмой неделе тренер по сапсерфингу Остап перестал скрывать свой неприязнь к студентке Анне Галянт. Между участниками все сильнее назревает конфликт, так как он резко осуждает романтические отношения девушки с Никитой Плохотниченко. Солдатов утверждает, что пары не имеют места на проекте, ведь здесь каждый сам за себя, а приз в 5 миллионов рублей всего один. В то же время он сам закрутил роман с Анастасией Перун. Однако противоречия между его словами и действиями, похоже, его не смущают, а остальные просто словно не замечают лицемерия Солдатова. При таком подходе участник может легко дойти до финала, предав своих товарищей по команде. В начале седьмой недели народникам предложили командное испытание. Им нужно было простоять на гвоздях, чтобы получить продукты. За каждую единицу товара, будь то контейнер малины или банка тушенки, необходимо было продержаться 10 секунд. Участники впервые за долгое время проявили командный дух и смогли собрать 30 продуктов, простояв примерно 5 минут. В это время звезды наслаждались обедом в шикарном ресторане. Павел Воле предложил селебрити пригласить на ужин двух участников из народной команды. Большинство сошлось на том, чтобы позвать Анну Галянта и Никиту Плохотниченко, с целью переманить их на свою сторону. Как всегда, Саша Стоун повел себя как ребенок и начал истерить. Но, к счастью, никто не стал на это обращать внимания, и все его просто заткнули. На обеде Анне задали вопрос, согласна ли она присоединиться к звездной команде. Но она не смогла принять такое решение, и ее молодой человек был настроен более решительно. Они договорились, что Аня и Никита будут выступать на стороне звезд после объединения команд, а пока им дали время на раздумья. При этом селебрити не просили их шпионить за народниками, тем самым проявив благородство. Перед началом важного испытания звездам предложили вывести на скамейку запасных троих участников из народной команды, чтобы количество игроков в обоих лагерях стало одинаковым. Селебрити решили не идти на уступки и исключили самых сильных участников – Остапа Солдатова, Андрея Зубенко и Илью Жукова. В команде остались только три девушки и студент-строитель Никита Плохотниченко. Команды должны были пройти эстафету, в которой каждый участник имел свою роль. На одном из четырех этапов и менять роли в процессе было нельзя. Первому нужно было открыть ящик с лопатой с помощью гвоздодера, второму выкопать молоток из песка, используя лопату. Третий участник должен был с помощью молотка разрубить бревно, чтобы опустилась пила на веревке, а четвертый построить лестницу из перекладины добраться до гонга, ударив в него эстафетной палочкой. С первым этапом обе команды справились быстро, но на втором возникла задержка. Хрупкие девушки Надежды Сысоева и Александру Сухорукову взяли из-за лопаты, но, похоже, переоценили свои силы. После большой работы они не смогли найти молоток. Надежда не сдавалась воодушевленной обещанием Саши Стоуна о поездке на Мальдивы. Кстати, на Мальдивы, я так понимаю, он так ее и не свозил, ведь пара рассталась. Был бы Саша настоящим джентльменом, хотя бы купил бы Надежде путевку. Ну а мы вернемся к шоу, однако Александра решила сдаться, так и не найдя молоток. В это время звезды успешно завершили последний этап и ударили в гонг. Перед церемонией голосования разочарованная Александра выдвинула свою кандидатуру, но ее коалиция заявила, что они будут придерживаться прежней стратегии, отправляя на испытания на вылет только Аню или Никиту. Поскольку Галянт уже дважды была на малом испытании, решили голосовать против Никиты. Звезды, в свою очередь, единогласно выбрали Джигана, который сам был не против. После того, как из звездной команды ушла их лидер и мозг Оксаны Самойлова, настроение участников значительно упало. Казалось, что после этого они точно проиграют, однако Джиган проявил невероятную стойкость. Сквозь слезы от отсутствия жены он собрался с силами и пообещал дойти до финала. Поэтому тут же отправился на мини-игру отомстить за Оксану. Или же слить игру и поехать в теплое гнездышко к своей семье, точнее под крылышко Оксаны. Так вот аргументы, почему Джиган, скорее всего, вылетит в следующем выпуске. Паша Воля специально спросил Джигана, нравится ли ему шоу, чтобы потом не осталось вопросов о том, что Джиган просто захотел домой. А еще я знаю, что ты не хотел сюда ехать. Изменилось ли твое мнение? Конечно, Денис ответил, что он так сплотился с командой, что готов рвать и метать дальше. Но, по-моему, это просто треп, чтобы оправдать свой слив. Абсолютно. Потому что я летел ради Оксаны. И я почувствовал реально ответственность за ребят. Второй аргумент. Звездная команда планирует объединиться с парочкой из народной команды, Анной и Никитой. А как произойдет объединение, если выгонят Никиту? Это большой вопрос. А раз шоураннеры уже начали вести линию объединения, то слить ее просто так нельзя. Вряд ли кто-то еще согласится объединиться со звездной командой, кроме Анны и Никиты. Поэтому Никиту выгонять ну просто не по правилам шоу. Третий аргумент. Народными любимчиками стали Анна Галянт и Никита Плохотниченко. Вряд ли продюсеры решат выгнать кого-то из них, ведь тогда хейта станет еще больше и рейтинги ну просто упадут на дно. Ну и последний аргумент. Это то, что Джиган просто устал и хочет домой, как Саня. Конечно, он пытается стойко держаться, но на его лице очевидно прослеживается, что он без своей жены тут находиться не собирается. Иначе бы он не пошел на мини-игру, а отправили бы Тора. А вы как считаете, кто победит на малых испытаниях, Джиган или Никита? И почему? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok